Приветствую вас, друзья, с вами Бэр, и мы будем играть в Dota 2, как в старые добрые времена, в турбо-режиме, только у меня нововведения, друзья мои. В этот раз я буду играть, не знаю, необычный формат, возможно, он у кого-нибудь уже давно использовался, но мне он пришел относительно недавно в голову, без каких-либо подсказок. Идея в следующем, я буду играть в турбо-режиме, пока не проиграю. То есть я могу 20 игр подряд выиграть, а могу и сразу проиграть, и больше записи я не буду продолжать. Вот в этом заключается вся моя такая гениальная идея. Шучу, конечно, но в целом да, в целом да, я собрался играть, пока я не проиграю, или... Ну, серия будет большая, я точно. Но я уверен, что я проиграю, поддаваться я не буду, поддаваться я не буду, но и надеюсь, что меня все-таки победят. Вернее, меня, не меня, мою команду. Вот, ну, потому что невозможно будет играть 20-40 игр, у меня просто на жестком диске места не хватит. Но, тем не менее, я вот такой вот себе небольшой челлендж решил сделать, так сказать, встряску для себя, потому что я понял, что в последнее время по доте вообще практически не было роликов, и это неприлично с моей стороны по отношению к людям, которые подписались на мой канал только из-за этой игры, да. Вот, и сам я в нее и поигрываю иногда, поэтому, как бы, ну, грех не записать. А такой формат я принял решение сделать только потому, чтобы себя встряхнуть, потому что как-то от старого, от прошлого формата я уже немножко устал. То есть, как бы, в любом случае я буду пикать героев, которых я еще не пикал у себя на канале, ну, по крайней мере, я постараюсь это делать, вот, просто у меня список, которые, с героями, на которых я уже отыграл, он как бы потерялся на старом жестком диске, а, ну, с ютуба как-то неудобно сейчас все переписывать, но я этим займусь обязательно, перепишу, на каких героев я уже отыграл, но пока буду по памяти. Я точно помню, что я кого-то, много кого, половину героев точно, наверное, не показал. Вот, такие дела. Сейчас будем играть в турбо. Благо, мне везет, сейчас очень быстрый подбор, я вот с утра играл, по 5-10 минут ждал, ну, понятно, что время как бы еще ранее, но тем не менее, тем не менее. Быстрый подбор меня радует. К слову, меня заблокировали возможность разговаривать, ну, просто так заблокировали, и уже больше месяца у меня, я даже написать ничего не могу, но, с другой стороны, это даже лучше, потому что меня как раз-таки в тиму кидают к людям, у которых почти у всех так же заблокирована возможность говорить, и мы как бы друг друга хейтить не можем. И это даже хорошо, на мой взгляд, потому что, ну, блин, как бы нет повода для токсичности, да, как бы с моей стороны, со стороны других людей. Я не тот блогер, который говорит, что он не токсичный, когда играет в доту. Есть лицемеры, которые говорят, да, мы не токсичные, мы играем в доту. Давайте, в принципе, нового героя сразу и опробуем, почему нет. Вот, я точно знаю, что на нем еще не было видео. Snap Fear. Об этого героя, про этого героя я уже записывал ролик, да, я его показывал, да, так, конечно, и с ящеркой. Ну, блин, классный парень. В принципе, берем то, что ему рекомендуют, да, ему тут, я смотрю, прям, перчатки на силу очень хорошо заходят. Давайте тогда еще на рингу возьмем, потом соберем что-нибудь на отжор, чтобы было все окей. Заодно и ману будем потом восполнять базилкой. Это хорошая вещь. И на пробиваемость. Раз уж мы на хп набрали тут себе айтемов, будем танчить, с руки в кабину бить. Так, наверное, я пойду в легкую, да. Так, что еще хотел сказать. Ну, так вот, договоритесь, что я не из тех блогеров, которые говорят, что он не токсичный. Да, при этом, я не знаю, иногда такими очень жесткими выражениями, покрывая своих спартийцев, даже при условии, что они особо-то и не фейлили. Нет, я честно признаю, что я иногда могу поругаться на сопартийцев, выругаться так хорошенько, ну, как и все, немножко потоксичить. Я признаю это. Я считаю, что это лучше признать и работать над этой проблемой, можно так сказать, нежели полностью отрицать и быть просто постоянно в каком-то негативе, лишнем стрессе, я не знаю. Это ни к чему. Поэтому будем чисто на позитиве, раз уж у нас такой классный герой. Так, я не знаю, что ему качать. Давайте первый качать. Мне показалось, что он классно ауешет. Так, с нами Лего. Благо, друзья мои, сейчас каждый сам себе саппорт, у каждого своя Кура. Вот за это я это обновление люблю. Уже люблю. Раньше времени. И, кстати, по поводу нейтральных предметов. Ну, падают они с таким специфическим шансом. В основном эти предметы дропают люди, которые долго в лесу в начале игры сидят или кто случайно пошел лес пофармить, там, если драк нет, да. Но обычно у нас в драке всегда происходит достаточно часто, да. Вот. Ну, такой народ у нас. Не китайская дота. Вот чем отличается европейская, да, там, от русская, европейская, русская, скажем так, дота, от китайской доты, то есть, ну, от корейской, там, без разницы, азиатской. То есть те больше осторожничают. Те чуть что сразу под башню обратно, там, и открыто не конфликтуют, то есть не выходят, не гонгают, стараются, ну, мало гонгают, признают, признаю это. Они мало гонгают, и как бы там они не пытались показать, что они уже пытаются от такого стиля отойти, они все равно любят фармить, и только потом уже с айтемами драться, что-то предпринимать. Нашим же пофигу. Они берут, что, даже мне, что там далеко ходить, с лоу айтемами, вот, на первом уровне готовы пойти подраться, ФБ забрать, понаглее так хорошенько, драки за руну, так это вообще... Вот, друзья мои, почему были введены вот эти руны, как по мне, это мое мнение. Вот, как раз-таки я в эту тему, об этой теме начал говорить. Потому что китайцы, ну, азиатская дота, малоактивная, так называемая, дота, которая не любит драться, вот для этого и были введены такие руны посреди игры, за которые нужно будет драться. Теперь за эти руны 100% надо будет драться. Раньше у каждой команды была своя руна, да, китайцы тоже обошли эту возможность, решив не драться. Походу, у нас ФБ. Прекрасно. Даже не я забрал, но все, тем не менее. Так. Мне кажется, герои громковато говорят. Галдят, я бы так сказал. Немножко чуть-чуть. Ну, вот так, наверное. Так, все, окей. Вот. И поэтому... Теперь за руну 100% надо будет драться. 100%. Если хотите прироста, делитесь. Никаких... Поблажек. Гоним, гоним, родной. Ну, теперь мы заслужили этот фракт, но тем не менее. Есть еще один пациент. И очень хорошо мы их гонгаем. ХП у меня прям... Я даже... Не лечился особо. Оно уже восстановилось. Так, сразу брейсерочек себе варим. И следом, наверное... Мэджик Вент, раз уж у нас здесь стоит на линии... Зюса. Зюса. Так, отлично вернулся противник. Я уже предвкушаю хорошую игру в нашу... В нашу пользу. Да, лучше этим умением ауешьть. Видите, он даже не пытается драться. У меня потому что ХП овер много. Овер много. Поэтому он даже не пытается гонгать. А у Бартанов маны мало. Отлично. Второго бы сканопатить. У меня тоже маны нету. Прекрасно. Как раз. Замечательно. Что может быть лучше? Очень хорошая игра. Мне уже нравится. Я приноровился. Я первые игры, когда на нем играл, не понимал, как он вообще все действует. Что качать. Теперь я понял, что первый, третий. И все будет замечательно. Замечательно. Особенно, когда легионка очень хорошо играет. Легионка надо будет лайк поставить в конце игры. Потому что это легионка из того разряда игроков, которые мне нравятся. Дело в том, что большинство игроков, которые не дерутся, если ты не даешь им фраги, допустим, или просто добиваешь. Они обижаются, начинают плакаться. А эта легионка прям бегает, активно играет. Вот ей надоело стоять со мной. Она пошла в лес. Она не скулит. Она просто... Это, возможно, следствие того, что нельзя теперь жаловаться, нельзя токсичить. Возможно, возможно, поэтому... Так, надо сапог себе тащить. ХП, хп, у меня что-то улетучивается. Потому что я один остался на линии, но это понятно. Это нормально. У нас уже есть шестой уровень. Можем, в принципе, встать и как жестко начать дамажить. Ну так, жестоко. Но пока я это делать не буду. Наверное... Не знаю, может быть, урнусь я сварю. Раз шунё... ХП должно прокачиваться. Герой всё-таки сила. Урна будет, кстати. У нас очень прекрасный счёт. Мы прям ведём. Они даже боятся. Они даже не знают, что делать. Ходить ли из инвизы ему нет. Мне сейчас время похилиться, в принципе. И урну забрать. Так. Сейчас отхилимся. Ой, я не заметил, лего пришла. Можно было в атаку идти. Ладно, сейчас обходку сделаем. Они видели меня, но... Клинкс, походу, не видел. Вот вам двоим. Как замечательно работает первый скил. Он прям по всем бьёт. Просто по всем целям. Так, у меня с фармом всё отлично. Надо на линии тоже подфармливать. Хорошо. Замечательный герой. Мне кажется, он даже лучше, чем снайпер. Просто дело в том, что снайпер... Раньше он был очень мощный. Но его долго-долго фиксили. Или дофиксили до такого, что... Вот этот новый герой, мне кажется, гораздо лучше. В руках ощущается, по крайней мере. А Зевс такой у них. Ватненький, ватненький. Хочет под башней меня выковырять. Нет, бро. У меня уже много зарядов. ХП регенится 6 в секунду. Прекрасно. Самое время, наверное, арканы. Потому что нехватка по мани. Но, с другой стороны, арканы не обязательно, если есть задел на будущее. Это же турбо. У нас, в принципе, и есть задел на будущее взять. Кстати, ему варят юл. Вот. Почему нет? Ах, какой хороший скилл. Тихо, тихо, тихо. Если что, отхилимся. Ладно. Вот сразу. Давай, лего. Ну ладно, тут без шансов. Тут не догнать. А вот теперь, да. Прекрасно. Да, я вот думаю, юл. Вайтстоун самое то. Не зря я все урну сварил. Сейчас бы без хп стоял. А тут у меня хпшечка. Да, хпшечка еще время достаточно много. Наверное, я уже чувствую, что я зря описанулся, друзья мои. Подписался на это. Играть пока не проиграю, но тем не менее. Нет, бывают игры, где тима вообще неадекваты. Вот как вот у них. Вот если бы я был в их команде, все. Эта игра была бы проиграна, и челлендж мой закончился. Они такие какие-то спящие, вот. Не хотелось бы их оскорблять. Они какие-то сонные. Вот как сонные мухи играют. Как будто у них пинг высоченный, там, под 500. В общем, такое ощущение, что втыкают они очень жестко. А вот еще. Так, с ним нет смысла драться. Наверное, скилл можно отменить. Успеем, да, отменить. Успели. Просто отойдем. Просто аккуратненько отойдем. И будем его заставлять в инвиз уйти. Зерс здесь имеется. Есть возможность поултить красиво. Прекрасно подстрелили его. В принципе, Лего бы убило, но я не уверен был. Может, он в инвиз собирался еще раз уйти. А, я Лего хотел похилить, а у него фул. Третий скилл. А второй я практически не качаю. Вот он особо так, ну, он прикольный. То есть, если в связке. Ну, вот для такой игры на турбо, я думаю, это лучшая комбинация. Первый-третий. Его должен уже у нас быть. Не тупим. Ускоряем курьеров. Продолжаем пушить нашу линию. Давить ее. Счет сухой. 16-0. Вы скажете, Берда, тебе повезло с Тимой и с противниками. Блин, друзья мои, я столько игр уже отыграл. И, честно признаюсь, мне столько раз не везло, что говорит о том, что мне вот сейчас повезло. Это прям, ну, это вообще супер для меня вариант. Потому что я уже столько натерпелся. Мне кажется, чаще больше не везет с Тимой и с противниками, чем везет. Вот попал я в такую, к сожалению, волну в доте, когда я начинал играть, когда я возвращался в игру. Ну, вот такую неприятную волну. Я куплю ПТ. Ну, потому что думаю, что скорость атаки не лишняя. Масухой даю. Ну, теперь Лего пришла, можно атаковать. Так, ну вот. И улетка дошелся. Да, я понял, почему ему Иул. Да, очень много маны у него тратится и мало восполняется. Ну, вот сапог тоже для понтов. Быстро хилимся, стоим. Я думаю, даже в обычной игре, а не в турбо, я бы то же самое себе собирал. Так, пора уходить. Это уже бойня. Нельзя давать врагу. Вкусняшек. Поднимаемся. Спектра, я ее вижу. Это спектра. Спектра думает, что она самая умная. Она уже не умная. Думала, у нее много урона. Она ошибалась. Спасибо, Легия, за вкусняшку. Так, отлично, отлично. Живемся. Это даже не дерется. Спит стоит. Не успел атаковать. Пора вот эту. А, это я, я уже думал, что это враг. Все. У меня уже поплыл фокус всех убить. Я в этот, в берсерка впал. Спасибо, Анча, за хил, да. Что-то я протупил. Анча хилит. Надо эсэфа, эсэфа. Не люблю их. Терпеть не могу этих наглых эсэфов, которые думают, что они там самые главные мидеры на земле. У тебя что-нибудь... Так, Спектра, давай. Дери с ней. Все. Допрыгалась. И пофармили заодно. Ой, тут враг. Делаем ему хил. Сами тоже отхиливаемся. Да мы с ним разберемся. Спасибо, Лего. Нельзя умирать, ни в коем случае. Хилимся. Спасибо. Замечательно. Так, ну мы живем, живем. Прям на грани, но живем. Урон наносит замедление. Урон от атак. Хай будет. Они все стянулись на эту линию прям. Осаждаем мы их. Замечательная осадная игра. Сами себе проход заблочили. Ну, молодцы, что я могу сказать. Стреляем по ним. Не даем ультануть. Добиваем эсэфа, он дамажит много. Хилимся. Живем. Что делать? Понятия не имею. Ладно. Сволочь, добил. Ну, венча протупила. Если бы она хилила меня, перехвалил я ее. Но она, может быть, не думала, что здесь инвизник появится. В принципе, грех ее за это увинить. Ладно. Что-то нам надо серьезное купить. Мы уже так-то наубивали вдоволь. Не, хотя бы, почему я говорю, что мне стима повезло. Посмотрите. Ребята, которые только зашли, наверное, в доту. 200 матчей. А мы против кого? Давайте обратите внимание. Вот я хотел сказать, что я тут босс сам. Типа, мне повезло, а против меня нубы играют. Да нет. Посмотрите. В игре с 2012 года, как и я, опыт игры, представляете, какой. 0,7 у пацана. Ладно, этот может быть тоже только в игре. Это тоже несколько побед. Это тоже несколько побед. Ну, практически по балансу тоже самое. Вот чуваки у меня тоже в тиме новички одни. 200 побед. Ну, вот еще один, может быть, эш, не новичок. Ну, а этот чувак у них тоже такой дофига сыграл. Поэтому, можно говорить, что все по-честному. Мы их разносим чисто своим скиллзом. Буря-буря-бум. Мьелнер возьмем. Они по нам будут, по нашему толстому другу ящеру будут бить. А мы такие, чпунг. У нас 2к хп, типа давать. Ну, бососы. Отлично. Я думаю, криты надо. Ты че? Бык. Ты совсем забыл, с кем ты вообще воюешь? Чувствую просадки по хп. Надо что-нибудь новое варить на толстоту. вот по спектре, по спектре. Ладно, сволочь, живи. Так, надо теперь повнимательнее отнестись к выбору умений. 8 шаров и накладывает бессилие. Давайте-ка бессилие. Это же дизарм. Почему дизарм называется бессилие? Обезоруживает бессилие. Вот тоже, блин, перевод. Обезоруживание накладывает. Посмотрите. О, он не может атаковать. Хорошо. Четко зашли. Ну, мы их просто переформили в хлам. Тут уже нет смысла. С копротивляцием. Тут может, конечно, льтануть вкусно по нам. Вместе с девцом. Но мы такие тактически отхиливаемся. Ну, просто разносим остатки. Вот теперь надо отойти. Они почувствовали, что я не один. Что я один здесь. Себя подкидываю. Замечательно. Ну, лучше, чем я просто получил кучу уронов. И все. Мега, мега килл. Пятерых на тот свет. Так, эта штучка только в лесу можно получить. Ну, что тут можно собрать при такой доминанте? Не знаю. Чтобы больнее с атаки. И вот я по хп просаживаюсь. Мне прям не нравится. По хп просаживаюсь, у меня всякие скиллы летят. Невкусные. Например, самое время сварить бкб. Самое время. просто зайти под бкб и в кабину, в кабину, и в кабину, в кабину. Хотя автоатаки от башен мне все равно дамажат сильно. Да и с руки они тоже автоатачат. Но тем не менее. Изи игра. Без преувеличения. Надо его просто поскорее заканчивать уже. Надо просто каждому по своей линии пройтись еще разок. Перефармленными. К тому же СФ у люлей дать. Что он там даже без шадоу-блейда? СФ. Думаю, вот сейчас я на мид пойду, мне сейчас я там всем покажу, какой я крутой мидер и ну такой ССЕ. так не туда бро так что ты нас в башню отнял что ли дебил? он заусенец ну давай я тебя жду тпшнись не хочет время тянет вот что не тянут тут уже просто надо было на 15 минуте заканчивать им просто встать на респауне тут же без шансов просто чуваков ноль шансов так наверно на вампирик что-то надо и надо почаще на прокачанном уровне третий скилл использовать он такой вот вкусный на самом деле что-то наши ребята как-то расслабились этого я и боялся надо тоже поаккуратней поосторожней что нам сварить вместо стиков пока не знаю надо сносить шляпу всякую криты кстати хорошо летят ну почему нет да или shadow blade silver age на хп нам профит будет о лего предлагает на рожку ну пошли лего да я думаю тоже да все в рейч убегать будем хорошенько а по имп урону ух ты это то что нам надо следующая атака с диким критом еще под слижеешь это все прям стакнется продадим наши урны превосходно надо похилить лего так брату лехов хилим чем можем думчика тоже захиливаем башню пора сносить тихо тихо быстрей бкб отлично делаю буря грязь под бкб бью спектру откуда такой урон а это shadow shadow find вот свинота то какая ну все и 5 минут лишней игры просто пацаны почему-то дефали я не знаю почему видимо неопытно еще прекрасно хорошая игра так надо леги лайк поставить за то что она мне очень хорошо помогала на линии нормально дралась нормально активно играла как следует не крысила все по красоте сделала так лего нормал леги лайкос так ну взаимка хорошо так сразу ищем наверно лайк больше не не будем ждать сразу ищем новую игру так так быстро находим турбо турбо вперед ух я надеюсь что мы проиграем шучу не надеюсь конечно на проигрыш так надо подумать кого взять нового героя наверно вайт спирит но за война спирита я точно затащу да там прям вот нужно быть совсем низу из ряда вон чтобы за этого крутого парня не затащить хотя его уже пикнули ну ладно зато я знаю как его дефать о тут взяли прошло героя нашего снапфира снапфайра так а что против снапфайра мы можем при при продемонстрировать так сказать надо подумать надо подумать кучу нюков и быстрый отхил вайпер что ты еще лет не играл на дорога рейнджа давайте-ка вернемся в 2012 как это было попробую заново реально ты еще лет не играл как следует я имею ввиду но такой смешной сетик на нее сет кошки я кошка и нет у меня сердце как я робот только я кошка тут еще внешний вид другой не успел я взять ладно ну дро рейнджер это то что нам надо против снапфайра для дальней бои бобов больючий урон больючий урон сайлс до кучи ледяные стрелы замораживает вот раньше это была такая классная имба сумма сайте также к сожалению дро рейнджер была подвержена кучей необоснованных фиксов там так далее как по мнению справедливые совсем не заслуженно сколько нам дает к урону всего лишь 3 3 ловкости надо урон ну еще скорость атаки вроде как надо даваться скорость перезарядки там стоит ли а может лучше маску взять будем ледяными стрелами напрягать давайте так и поступим так нам предлагают идти в сложную принципе логично так что там заменились с умениями мульти-шот прерываемые герои выпускает один залп стрел за другим нося в играм больше урона применяя на них усиленную способность все понятно короче качаем первый скилл старую классическую добрую стрелу замедления который теперь замедляет всего лишь на 16 процентов на первом уровне но чуть попозже уже больше замедляет что-то я по времени провтыкал как-то я долго собирался так сразу базилку апаем по возможности и тащим себе ну вот этот снапфер как я ожидал на линии увидеть мы показываем ему кто здесь босс можно кидать в него по кд в принципе динаем тогда сразу бандусе возьмем вот эти чуваки уже видят что-то у меня плохое предчувствие насчет этой игры ну ладно ластилер тупит надо снапфайра немножко напрягать чтобы он не почувствовал кураж может возможно он еще не играл на этом герое поэтому есть шанс немножко его выбить из колеи чтобы он не понял насколько это изи герой вот он уже осторожничает вы можете видеть а мана у нас по-прежнему фуловая благодаря базилке базилиус уже агрессирует ему уже не нравится что его напрягаю категорически не нравится оу лаги тихо тихо у меня прям лагануло сейчас благодаром жесткий даже браузер закрылась все все равно проблема с интернетом или проблему вал так также качаем стрелку вот теперь она очень много замедляет очень хорошо вот так вот мне приятно ну видите ему не нравится прям агрессирует но он уже прокачивался поэтому ведь ему не нравится прям но кому понравится вот они уже вынуждены немножко ретироваться комп отфармливаем и забываем про хил мультишот качнуть что ли ну давайте попробуем посмотреть как это работает я на себя можно уложить они что-то я сделал нету куда-то не то выстрел но я хорошо в напряжении держу вся надежда на блудстикера если он гонганет красиво то мы потащим если нет то эта игра будет специфическая а вот как это работает хорошо я понял это хорошее умение это я уважаю так они даже между собой не могут поделить осторожно тактические отступления зря я не качал сразу 3 надо было его прокачивать надо их замедлять а потом 3 так ребята в агрессию пошли лавстилера фокус а все я понял я понял я про это и говорил будет ганг от энами а блудстикер наш ушел в лес все ясно кто на миду стоит теперь все уходим на мид и не паримся ганг от энами блудстикер в лесу мидер в лес ушел терпеть не могу этих придурков зачем ты идешь в мид если ты потом в лес уходишь типа что табы движет ты вообще понимаешь принципы игры за мидера нет? бесполезно с такими разговаривать даже по прежнему не отказываются гангать тихо не туда пускай влезает вот подонок ну сам вздох но тем не менее наглый я думаю по классике shadow blade да очень пофиксили дровку теперь у нее это шансовое шанс срабатывания раньше просто держи 60 плюс к ловкости и распишись и никакого там шанс срабатывания ла-ла-та-па-ла просто и я даже сейчас чувствую что герой она и так была медленная а теперь мне кажется она еще медленнее стало просто ну порядок ух ты там вообще наглость там жесткая наглость надо надо за это как я пропустил такую вкуснятину он не додумается что до заюзать тп нам надо его ловить прекрасно еле поймали он мог заюзать тп и улететь тупо так это нам на руку то что эти челики фидят на своем линии это нам не на руку ну их я могу понять потому что их гангают причем так сильно бс опять сдох непонятно где видимо я решил тоже подраться с ними хотя непонятно где бы я сдох он на ганге сдох верно какой четверо только прилетели они мертвые были вы улетели я думал всех банят у нас своя линия тоже надо держать нам то никто не помог нас гангали еще как что то мы помощь не видим никакой нам надо тоже написать помогите нам помощь фарм еще никто не отменял надо качаться скорость передвижения так блин тут уже изи вы чего они тп делали что ли вот втыкают пацаны ладно пт собираем shadow blade имеется хороший знак я чувствую за мной прям выехали ну что ж ты сделаешь что типа поможем пацанам ну и что я пришел я пришел помочь а они что а они стоят ладно я потратил shadow blade на помощь пацанам теперь я хочу свена съесть я понял тебя snapfire хочет со мной драться ага все пацаны сдохли у меня мана нету мне сдохнуть предлагают но я не хочу я такой отказываюсь типа типа не сегодня зря я сюда пришел вообще неудачная позиция надо было так же дальше просто толкнуть линию и вот что то я повелся на уговор этого придурка на monkey king простите если я называю вещи своими именами просто я привык уже с него тактик никакой если давить тебя на линии ну отойди ты к башне спланируйся там стоя башне если слишком опасно сойди на хг зачем ты зачем вестись вот у нас есть свен язичный просто который поперся на мид но я в отместку попрусь на низ потому что я понимаю что сейчас либо нас мид будут ломать а мы должны в ответку низ ломать видите они все на миду мы постреливаем они так же все на миду мы тоже должны подстреливать они собираются тпшиться перемещаться дальше делаем свою грязь один есть он с просветом собирается убить значит не деремся отфармливаем лес и потихоньку перемещаемся к нашим так что тут у нас ну замечательно мне как раз нечто похожего не хватало так теперь наверное вкусняшку забираем и уходим и уходим есть возможность лес пофармить есть возможность лес пофармить все в одном лесу это замечательно надо просто признак что мы скоро выиграем я на троксе мне надо искать одиночек одиночек лесников и прочих им подобных надо уходить есть нечего сражаться ага все переиграл ну войт спирит это изи герои это вообще грех не не выиграть за такого ладно такая классная игра была в начале но вот я прям предчувствовал что у нас такой БС и гангов не будет и типа БС своя в репертуаре все понятно с ним зря я на самом деле повелся тогда когда Монки Кинг кричал о помощи там даже толком не снесли башню надо было просто доносить сейчас есть смысл с ними драться а я не вижу смысла они лохп не дерутся и просто они погибают не знаю они просто фидят ставят пацаны 4 4 кила за мной тянется хочет хочет этот буйство ты че серьезно буйство хочешь ооо ну давай ты его не получишь никак ни при каких обстоятельствах просто ни при каких принципиально ему не дам буйство полностью у него вроде там просветки кончились кстати у нас бесплатные варды имеются я их забыл надо тащить ну у них там тоже есть варды по любому зря я сюда захожу но ну ну мы можем das зачем стан вот зачем те стан дан дан стан парня а у него еще и дорогая палка что ли я не понял дорогая нет то есть она дорогая это вообще сколько у надо зачем она ему так просветов нету и не будет они они меня видят значит там варды есть ну все monkey king помог как мог вот чисто я друзья мы считаешь эту катка проигран из-за одной ошибки ошибка заключается в бластике парень идет на мид не гангает ну конечно вторая ошибка это два кретина на верхней линии леоны monkey king сразу сходу начали фидать но это классика но вот мы с лалардарем что-то там пытались что-то там пытались но без бесполезно тут уже дикая хг пошло визи лоу скилл свен там прочее тем подобные на один выстрел просто если сюда запрыгнуть хорошенько и ударить есть шанс смотки леона продать первый скилл кинуть не уже за мной ед ухты какой станчик ну прикольно блин классный у леона зато для пятой минуты ну ухты для патрии Продеваем бресталбека. Нам позволяет это делать. Вот этого чувака тоже надо ловить. Излавливать просто. Но нам этого не позволяет. Ну ладно. Тихо-тихо. Ясно. Откуда такая уверенность у этих пацанов? Да, мне моя тима вряд ли поможет. Просто ее нету, делав в этом. 1ВС-5. Нет, не, 1ВС-9. Ну просто так и точнее. БС вообще без помощи. Сэш-еш. И все. Так, продать эту хреновину надо у этого чувака. Ульта у него как всегда не в откате в диком. Нефть лиф. У нас тоже есть вообще шанс выиграть. Ну, признаюсь вам, друзья мои, морально эту игру мы просто проиграли в сухую. И даже если что-то там... Ой, надо золото ему качнуть. И даже что-то, если пойдет в нашу пользу и мы выиграем, то перевернется игра. Я не знаю, можно ли будет эту игру считать чисто выигрышной. Посмотрим. Я просто намекаю на то, что челлендж продолжается. Надо еще продолжать играть. Так, урон пускает мультишот будет, не знаю. Какой же маленький шанс. Вот, посмотрите, шанс срабатывать в 40. Давайте, в теории должен каждый второй. Раз, два. Нет. Ни один раз из двух не получилось. Первый, второй, нет. Нет. Вот, какой шанс? Вот, на чем он основан, я вообще не понимаю. Раз, два, три. Третий, даже четвертый. Даже четвертый. Смотрите, я уже в десятый раз. Вот, на девятый раз получилось. С шансом 40. Но это что, это нормально, нет? Я считаю, нет. Это какой-то очень специфический шанс. Да, математика, сложная наука, тем не менее. Какой-то неправильный шанс. Я не знаю, я не вижу здесь смысла драться. Я вижу смысл только попробовать попушить чуть-чуть. У меня ТП нет, как на зло. Купить негде, сараза. Ну ладно. Мы боятся доигрывать. Они не пушат, слушайте. Сейчас ТП-шнимся. Убьем их всех. Где-то кто-нибудь рискнет из них ТП-шнится на меня. Так, не трогай, не трогай. Ай, зараза. Плакер. Ну я его убил. Слушайте, я его убил. Лол. Красавчик, красавчик. Ну что ж, друзья мои, вот челлендж и кончился. Это завтра я, наверное, повторю. И каждый раз я буду, когда Доту на канал выкладывать, наверное, будет все-таки все с челленджем и в турбо. Не знаю, как вам зайдет такой формат. Нет. Но посмотрим, друзья мои. Посмотрим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оценивайте, комментируйте. Если вам понравился такой формат, пишите, может быть, какую-нибудь еще фишку добавить в этот формат. Можно, чтобы он был интереснее, веселей. Потому что мне интересно. Я экспериментирую с форматами. Сейчас такое время, когда сложно какой-то определенный формат найти. Старые мне как-то супер-супер наскучили. Не знаю почему. Потому что я, наверное, не вижу в них какой-то особой интересности, информативности, какого-то азарта. Может быть, поэтому. Но, тем не менее, друзья мои, как-то так. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующей серии. С вами был Бер. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok